Так, ну что, всем привет! Соответственно, в этом видосе я сделал обзор рынка криптовалют. Сейчас у нас 15 минут второго. Соответственно, я только закончил там заливать видосы на завтрашний день. Поэтому и там будет один новый формат, который я буду тестировать. Поэтому будьте готовы и будем рассматривать новости по иплутам. Ну, это такое, скажем так, превью, да? Вот, по поводу того, по поводу ваших монет. Давайте, я попросил под обзором рынка криптовалют мне написать монеты. Ну, соответственно, вы написали какие-то из них. Первая монета CHR, я ее тоже неоднократно рекомендовал. То есть, сейчас мы получили отскок. Но на данном этапе, опять же таки, кто хочет закупаться, можете закупаться прямо сейчас. Я закупаться пока не буду. Я и в закрытом клубе это писал и так далее. Вот, поэтому, когда буду докупаться, я там подробно все отписал. И, соответственно, буду давать в скором времени отметки, по которым можно докупаться. И когда я буду это делать. Вот, по тем же монетам средний срок. По поводу CHR я уже неоднократно объяснял. То есть, здесь у нас накопление порядка 6 месяцев. То есть, мы здесь стоим. Вот, ну хорошо, даже если вы вычесть этот месячный рост. Такие 150 дней, это 5 месяцев. Как минимум мы в накоплении. Жду выхода за 45 центов. Поэтому монета тоже перспективная. Можно брать. Дальше. Дальше подписчик попросил разобрать йоту, TRX-TVT. Ну, давайте. По йоте, опять же таки, йота, TRX-TVT в долгосрок. То есть, йота на данном этапе тоже самое валилось. Получили отскок. Но ситуация плюс-минус аналогичная везде. Вот, патроны я еще рекомендовал вот здесь, 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 там, здесь докупаться. То есть, можно было это сделать. По поводу TVT мы подросли. Да, соответственно, здесь у нас произошел рост на те же там 18%. Опять же таки, кто хочет долгосрок сейчас докупиться, можно это сделать. Я, в принципе, уверен, что TVT там будет и 2, и 3, и 5, и 10 долларов стоить. Вот, не факт, что в этом году, конечно, мы там будем 5-10 долларов стоить. Ну, хотя бы выйти на те же 2-3 доллара, я думаю, вполне реально. Опять же таки, зависит от рынка крипты. Ну, посмотрим, что будет. Опять же таки, кто хотел в долгосрок. Если кто там вчера докупался. Ну, я считаю, это не то, что вы там потеряли по поводу того, что вот там 20% я там не заработал. Да, по сравнению с тем, когда он подлетит даже на те 3 доллара. Ну, давайте посчитаем. Здесь посмотрим. Давайте на 3 доллара. Вот, в общем, на 3 доллара здесь ставим. И, соответственно, это у нас будет сколько? Ну, 2,5 икса, даже 2,7. Вот. Если же, соответственно, мы здесь выставляем, допустим, те же там 5 долларов, то это уже будет порядка там 4,5 иксов. Я считаю, это вообще херня по сравнению с тем, что вы там не дозаработаете, извиняюсь. Эти 20% уже заговариваюсь, уже поздно. Поэтому, ну, я думаю, можно это списать на это. Вот. Поэтому на данном этапе, я считаю, эти 20% вообще ничего не стоят. Поэтому, кто хотел в долгосрок докупиться, можно смело это делать. И по поводу этого я тоже отпишу в закрытом клубе в том числе. Вот. По поводу TVT. Если же по поводу того, кто там... Ну, опять же таки, если вы готовы полгода как минимум ждать и ждать цен там в 2-3 доллара, там, ну, начиная от 2 долларов и выше, тогда можно брать. Если вы хотите с точки зрения среднесрока и заработка, я бы не залетал в него. Это монета в долгосрок. Вот. Дальше. Так. Спрашивали по поводу монеты Диа. Скам или не скам? Я считаю, что, в принципе, монета может себя еще показать. Если по поводу того, по-моему, DeFi проект, насколько я помню, давал X и сейчас находится на днище. Если вернется к этим отметкам, то XA можно будет взять. Ну, опять же таки, я считаю, что не скам. Почему? Потому что, если бы был скамом, он бы не рос со всем рынком крипты. Монета коррелирует с остальным рынком крипты, с биткоином, да. Поэтому, в целом, если мы выходим за 2,5-3 доллара, можно ждать дальнейшего движения наверх. Опять же таки, если верите в нее в долгосрок, заходить сейчас можно, находится на днище. Но я ее торговать не буду. Поэтому, ну, это лично мое мнение. Потому что монеты так хватает и есть более перспективные. Дальше. VXP у меня спрашивали, что по VXP можно ждать. Ну, на данном этапе пока ничего не ждать. То есть, сейчас ее пытаются выкупить. Если вернется за 28 центов, можно ждать дальнейшего движения наверх. То есть, понятное дело, это уже плюс 20%. Но я все-таки, опять же таки, кто хочет buy in the deep, да, как говорится, то есть, покупать на самом днище, можете рискнуть. Но, опять же таки, я бы сейчас не торопился по поводу этой монеты. Она отчасти рисковая. Поэтому я бы ждал бы закрепления за 27,5-28 центов. И потом какой-то консолидации. И потом уже ждать выход наверх. Ну, и вот здесь вот, соответственно, уже закупаться. Вот. Ну, на данном этапе я бы не торопился. Вот. Потому что она в глобальном нисходящем тренде. Вот. Сейчас разберем монету ATM. И одну монету меня просто умоляют, чтобы я записал наконец-то ATM. Надо было вот здесь фиксироваться. В закрытом клубе мы как раз на вот этом пампе в мае еще фиксанулись. Вот. Поэтому в ATM не лез бы. Я считаю, она свою уже отстреляла. Вот. А по поводу EPS. Меня просто завалили комментами. Разбери EPS. Почему ты ее не разбираешь? Что она там с камни, с камни. Ребят, она провалилась еще с вот этих отметок еще там на 40%. Поэтому в целом к рассмотрению ее можно брать. Я в покупке сейчас не лезу. Опять же таки, когда я буду закупаться, все отпишу в закрытом клубе. Опять же таки, кто хочет сейчас закупаться, ваше право. Я сейчас не закупаюсь. Я ожидаю еще одного моментика. И потом буду закупаться. Вот. Если же посмотреть, даже сюда, если мы вернемся, то уже 90%. Ну, опять же таки, я уже показывал. Отдельные видосы были по EPS. Можете глянуть на канале. Причины ее взять. Там, по которым я бегу и так далее. Не буду разжевывать. Все нормально. Провалилась след за рынком криптовалют. Получили еще офигительную скидку на те же там 15-20%. А то, если отсюда взять 40%. Поэтому, кто хочет взять ее в долгосрок, средний срок, можно будет ее закупать. Но, опять же таки, я потом напишу в клубе, когда. Вот. Дальше. Юма и ЦП спрашивали, что там по Юме. Ну, по Юме уже отдельные видосы я снимал. То есть, по Юме все так же нормально. Поэтому ждем, ожидаем дальнейшего выхода наверх. В целом, ничего тут такого. И ЦП я уже неоднократно рекомендовал в долгосрок ее закупать. Вы планируете ее брать. Учитывайте, что тут придется, ну, я считаю, как минимум 2-3 месяца. Это точно. А то и полгода. Как минимум ждать, чтобы она восстановилась на те же отметки. Хотя бы те же там 400 долларов. Вот. Ну, это минимум. Вот. По поводу ЕПС я сказал. ЛТЦ. Меня попросили еще ЛТЦ. Давайте глянем. Ну, ЛТЦ в долгосрок, опять же таки, тоже монета. Если рассматривать ее, как тот же Zcash. Поэтому, стой, час, копье. Можно в целом в долгосрок и час брать. Но я жду определенной ситуации. Потому что еще могут продолжить одно движение. Вот. По поводу Атома Космоса. Сейчас заходить нет смысла. То есть, если кто не фиксировался. Вот повторная вам, скажем так, возможность продать свои монеты. Если вы забыли там здесь. Здесь фиксанутся. Можно сейчас это сделать. Вот. Также спрашивали, по-моему, по поводу Алга. Ну, давайте глянем. По Алга тоже я давал рекомендации в закрытом клубе. Пытаемся восстановиться. Опять же таки, если завтра будет открытие. И здесь мы будем консолидироваться 1,9 доллара. В принципе, можно ждать дальнейшего выхода наверх. Если же нет, то, соответственно, ну, скорее всего, ничего не будет. Поэтому на данном этапе, если кто не успел там здесь или здесь фиксануться. Хотя я рекомендации давал в закрытом клубе. Ну, кто хотел, можно было зафиксироваться. Либо работать вместе с нами. Закупиться и взять на вот этом росте там 2 почти ТХ. Но если даже вы здесь заходили, ну, как минимум, можно было там процентов 50. Это точно. Ну, и то даже тут. Даже если вы зашли здесь, процентов 80-90 вы тут захватили. Вот. Поэтому на данном этапе, если кто не фиксировался, я все-таки подождал бы. Считаю, может еще восстановиться. По поводу Авакса тоже часто спрашивали. Ну, в Авак смысла нет лезть. Он на хаях сейчас и как бы на хайпе. Поэтому то же самое. По Солане, допустим. По Солане то же самое. Мы пытаемся закрепиться. Если закрепимся, опять же таки, кто в долгосрок хочет, можете по ней залетать. Но в плане спекуляции я бы уже не ждал бы по ней какого-то сильного движения. Я могу ошибаться, понятное дело. Но я лезть в данные монеты на хаях не собираюсь. Потому что есть монеты, которые лежат на днище. Зачем мне залетать на хаях, если можно зайти в монеты, которые находятся в офигенном накоплении на днище. Или которые еще не стреляли. Которые я тоже в том числе большую часть даю в закрытом клубе. Ну, на канале тоже парочка есть. Но в целом, я отписываю, какие я докупаю. И какие дадут рост в скором времени. Какие самые перспективные. Ну, опять же таки, кто захочет присоединиться. Кто захочет, может работать, в принципе, по бесплатным рекомендациям на YouTube-канале. Вот. Поэтому по поводу других монет. Вот. Я лучше по ним закуплюсь, чем заходить в луну, в салану, которые уже отросли. И по которым я и так заработал. Вот. Ну, давайте. Теттотофюэл. То же самое просили меня разобрать. На данном этапе пришли к тем же уровням. Видите, выкупают нас в районе там 5 долларов. Ну, опять же таки, жду определенной ситуации. И буду докупаться. По Теттофюэлу аналогично. Ну, то есть, они друг за другом следуют. И за рынком крипты. Вот. Спрашивали за монету ДОК. Стоит ли в нее лезть. В принципе, неплохо смотрится на самом деле. Я уже, в принципе, наблюдал по ней. Вот. Если же здесь посмотреть. Сейчас промежуточные отметки тоже здесь есть. Вот. Но в целом я почему не лез бы. Потому что. Ну, опять же таки, кто видит ней перспективу и ждет выхода за 12 центов, заходить можно. Но я не знаю, что монета из себя представляет. Давайте глянем. Так. Монета у нас получается на 483 месте. Капитализация 61 миллион. Сделана на Polkadot Ecosystem. Соответственно, смарт-контракт. Ну, и получается, что у нас тут еще. Ну, и на Polkadot сделано. Поэтому, ну, ничего особенного у нас. На самом деле, опять же таки, учитывайте. Да, можно сказать, что вот тут неплохое накопление. Все дела. Но монета, я считаю, рисковая. Поэтому, если кто видит перспективу долгосроки, окей. Ну, я в нее лезть не буду. Есть более какие-то, ну, не такие волатильные. Видите, тут такие хвосты. И плюс, если по объемам посмотреть. Ну, давайте глянем. Объемы, в принципе, неплохие. Нормально. Все отлично. Но, опять же таки, можно, конечно, ждать дальнейшее движение. Если вернется к пикам. Ну, сколько здесь? Ну, 2x можно будет взять. Но это если вообще до пиков дойдем. Ну, на данном этапе такое. Если по поводу фронта, тоже часто спрашивают. В принципе, я так же и жду. Если с текущих отметок сюда. Это почти 3x. Ну, если до пиков дойдем 6x. Ну, хотя бы сюда. Я думаю, 2x по ней можно будет взять с текущих. Но я жду выхода за 3,5 доллара. Так как я закупался вот здесь еще. Вот. По 2,5 и здесь там и так далее. Вот. Поэтому таки дела. Ну, в принципе, все. Кто захотел, можно было написать свои монеты в, получается, комментах. Либо написать мне в личку в телеграме. Вот. Ну, короче. В общем, что-то я не нашел. Мне в телеге кто-то писал. Я что-то не нашел сейчас сек. Вот. Короче, спрашивали по поводу док и иост монет. Что делать с ними на данный момент? Меня подписчик спрашивал. По поводу дока. Если выйдет, в принципе, за 12 центов, можно ждать дальнейшее движение. Если вы держите, можно дальше держать. Если же можете выйти в ноль, я все-таки вышел и зашел в что-то более перспективное. Я, опять же-таки, могу ошибаться. Если видите перспективу, можете оставлять. Если вы в плюсе, либо можете выйти в ноль, лучше зайти в какие-то другие монеты, которые я рекомендовал в топах криптовалют. Вот. Давайте что, битторрент глянем. Ну, по битторренту ничего пока. В принципе, что еще? А, иост. Иост еще спрашивали. Ну, по иосту сейчас находится практически в хаях. Если вы в плюсе, если вы, допустим, ее там здесь, здесь закупали, то, в принципе, можно... Опять же-таки, если ждете выхода за 8 центов, ну, я все-таки хотя бы часть какую-то фиксанул. Вот. Либо вообще, ну, вышел с нее полностью. Ну, это, опять же-таки, если видите перспективу в долгу, можете заходить. Не обязательно прислушиваться ко мне. То есть, ну, как бы я сделал. Я бы еще, конечно, вышел на вот этом пампе, что был здесь, там, 8 сентября, 9 и так далее. То есть, если бы я увидел, что мы никак не закрепляемся, я бы фиксанулся бы. Вот. Ну, я бы фиксанулся, скорее всего, еще 8 сентября, так как тут был мощный памп и всплеск объемов, плюс на следующий день 9 начали падать. Вот. Если, опять же-таки, мы закрепимся за 6 центов, здесь проконсолидируемся, попытаемся пробить 8 центов и пойдем дальше, тогда можно ждать дальнейшего движения. Если же нет, ну, фиксируйте сейчас, если можете, там, в плюс какой-то выйти, в целом, можно сейчас фиксануться и выйти. Если держите в долгой срок, можно дальше держать и ждать, соответственно, выхода за 8, потом, соответственно, здесь за 9 центов. Вот. Если брали чисто спекулятивно, я бы фиксировался, пока есть такая возможность. Я понимаю, что она там завтра-послезавтра может еще дальше сходить, но, опять же-таки, это уже жадность. Поэтому, если хотите перелиться в какие-то другие монеты, лучше делать это сейчас. Вот. Если же можете, там, в плюс какой-то выйти, либо в 0, то лучше это делать. Вот. По поводу, в целом, ситуации по биткутам и так далее, мы получили отскок. Если посмотреть по монетам, в принципе, он и произошел. Но ситуация один в один по всем монеткам, поэтому эфир у нас здесь... Сейчас, эфир у нас был здесь 2652. Сейчас уже, получается, восстановился на 400 долларов больше. Вот. Ну, понятное дело, кто-то, может быть, и закупился из вас. Я, в принципе, поздравляю. Но на данном этапе по Ксему, кстати, спрашивали. Что там по Ксему? Ну, по Ксему я, опять же-таки, говорил свои прогнозы. Жду обратного возвращения хотя бы, ну, как минимум, к 30 центов, да. А как максимум к 80, а то и на доллары и выше. Вот. Но это лично мое мнение. Вот. По поводу остальных монет, в принципе, ждем дальнейшего движения. Ну, тут рассматривать даже нечего, понимаете. Тут отскок одинаковый. Однодневный отскок вот этому трехдневному падению. Поэтому я пока с покупками не тороплюсь. Кто хочет сейчас закупаться в долгосрок, ваше право. Можете сейчас докупаться. Я сейчас лезть не собираюсь. Это лично мое мнение. Вот. Понятное дело, что идеальной точки входа нет. Но я все-таки еще подожду, потому что пролив могут продолжить. Вот. Поэтому такие дела. Какие монеты я буду докупать, какие наиболее перспективные. В целом, все отпишу в закрытом клубе, какие монеты мы будем докупать и так далее и тому подобное. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь. Вот. Если кто хочет работать самостоятельно, можете работать самостоятельно. Ну, либо, соответственно, следовать, скажем так, таким косвенным рекомендациям на обзорах рынка криптовалют. Либо, соответственно, писать в комментах, какие монеты мне следует рассмотреть и какие можно обсудить. Вот. Поэтому завтра будут офигенные видосы, я считаю. Там, конечно, они будут, ну, подольше. Один видос там будет вообще разрывной, который, ну, я не видел, чтобы кто-то выпустил. Ну, может быть, кто-то его пускал. Но, короче, завтра все увидите. Там он будет коротенький, минут на 4-5. Поэтому, я думаю, многим зайдет и понравится. Вот. По поводу, ну, ладно, не буду говорить по поводу чего. Короче, завтра все увидите. Немного интриги не помешает. Вот. Выйдет завтра в 8 утра. Вот единственное, что могу сказать. Поэтому ждите с нетерпением. Вот. Поэтому такие дела. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok